всем привет добро пожаловать на мой канал и сегодня как я обещала я вам показываю как я оформил свой скраб уголок и если вам интересно такого рода видео то оставайтесь со мной и всем приятного просмотра и начнем с вами с книжных шкафов я снимаю такое освещение такие лампочки они кстати нам потом пригодятся купила вот такую гирлянду она очень похожа конечно новогоднюю если видите здесь есть вот такие красивые кленовые листочки они отлично подходят у меня вот немножко так подогнуты были края но потом все таки я их отпустила вниз также у меня два шкафа поэтому второй шкаф я также привожу в порядок ходит амишура и такая осенняя но она уже навеялами такое новогоднее настроение также я поменяла табличку здесь написано welcome fall и как-то мне показалось что надо чего-то еще добавить я вам показывал такие листочки я приделал двухсторонний скотч и теперь буду оформлять их и также положила еще и букетики потом может быть букетики я поставлю в вазу но пока мне захотелось их просто красиво положить на книжке и вот такая у меня красота получилась мне кажется ничего лишнего нету это конечно табличка невероятно красиво переливается вот так что я с вами теперь книжными шкафами полностью довольна но мы переходим с вами далее и мы приступаем к моей стенке и для начала я хочу сделать такое слово слово танюшка мое имя я прикупила для этого такие деревянные буковки и также очень красивые наклейки это золотой алфавит но как вы видели они совсем подходят и не очень красиво если просто так приклею поэтому я решила сначала их покрасить и очень красивый такой мятный цвет потому что у меня точно такого же цвета доска и поэтому будет очень красиво сливаться и будет видно вот только вот эти золотые стикеры в конце вы увидите как это дело смотрится мне очень понравилось в принципе здесь ничего нет такого просто беру приклеиваю на всякий случай решила приклеить и на клей так и все-таки эта краска не знала как будет держаться хорошо или нет и после того как у меня все высохло а теперь я начинаю приклеивать на двусторонний скотч и как видите реально все у так сливается и видно только именно золото это шикарное такое соотношение мятного и золото но теперь настало времени именно сделать что-то осеннее так в принципе имя тонюшка это не очень осеннее хоть я и родилась осенью и я решила вот так прикрепить и кленовые листочки я их не на стол не сажала просто там были такие не на как назвать это такие штучки в общем которые я вставляла дырочки очень все держалось и надеюсь у меня поняли и теперь я я решила вот так же и оформить свою стенку для записей как видите я также просто подставляла туда листочки ничего не приклеивала в эту штучку красивенькую я добавила вот такие камушки тоже виде кленовых листочков по моему получилось все очень классно и знаете так вот осенне по-осеннему доска для записей очень быстро она у меня магнитная я прикупила магниты я вам по-моему и даже не забыла второй раз показать просто приклеила вот так по краю и получилось так достаточно мило декор на стол у меня есть вот такая зеленая мисочка куда я складывала кит различные свои вырезки также я прикупил такие листочки осенние и теперь у меня все вырубка она будет находиться там и мы переходим к созданию венка я решила покрасить в два цвета это в коричневый и в зеленый так мне кажется это отлично подходит для осени коричневый это дерево зеленый это зелень вроде все логично моей задачей не было прокрасить все 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 каждый уголочек чтобы не дай бог не было белого цвета видно нет я просто хотела чтобы были акценты коричневого и зеленого красил я с двух сторон чтобы на всякий случай это не было видно если например перевернется венок или что-то еще вообще у меня задумка повесить это на входную дверь в дом здесь так многие делают но пока я повесила в своей комнате в принципе все я с двух сторон крашу сначала коричневый краска кстати сохнет очень быстро и вот пока я покрасила с одной стороны докрасила с другой первая сторона уже высохла и теперь что я делаю у меня были вот два таких букетика мне не очень нравилось как они выглядят немножко так пляшивенько я и все раздребендила этот букет и теперь буду просто вставлять венок и кстати отлично что венок сделан так что очень много есть места вы просто спокойненько вставляете сначала я думала приклеивать на горячий пистолет но это как слишком много мороки а здесь просто берете вставляете и никуда не упадет у меня уже висит несколько дней даже ребенок игрался то есть принципе все нормально конечно если будете вырывать специально то конечно выпадет ну а так висеть будет у меня висит вот так что у меня все в целости сохранности букетик получилось очень такой красивый тоже осенний классный напишите как вам понравилось или нет это очень быстро все делается но и намного кстати дешевле чем если покупать например в магазине шишечки я сначала решил верни шишечки а желуди я думала тоже сначала на горячий пистолет вот но потом вот нашла такую проволоку вставила в эти желуди и также прикрепила как и листочки и конечно же надо как-то повесить всю эту красоту и также прикупила вот такую ленту просто ее склеила скрепила вернее степлером такая красота получилась пока у меня висит около окошка и последнее что мы сами сегодня будем делать это разыграем вот такую осеннюю сценку на моем столике у меня здесь я ничего не стоял и поэтому я решила как раз здесь вот так красиво все оформить у меня был вот такой подносик виде осенних листочков также я вот добавила тыковки три штучки сделали мы вот такую индюшку к дню благодарения очень красиво переливается сначала я оставила все так но мне показалось что чего-то не хватает я потом добавил еще белую гирлянду побольше листочков и также еще акриловые камушки виде кленовых листочков и вот так как выглядит мне намного больше нравится он получилось очень классно так живем сейчас показываю с освещением как сидела смотрится и без освещения вот это мне очень красиво прям красота глаз радуется вот ну и в принципе все на этом буду с вами прощаться напишите как вам понравилось или нет я очень старалась больше фотографий будет у меня в группе вконтакте подписывайтесь и до скорой встречи пока пока